Кофе в моих руках предназначалось именно для вот этого аппарата. Это у нас кофемашина Polaris. Сейчас у вас справа вверху на экране появится стоимость этой кофемашины. Купили мы ее по акции в Яндекс.Маркете. В принципе, отзывов они очень много, отзывы все положительные. Мы смотрели и очень знаменитые марки, это DeLonge, там Krups, Siemens, Bosch и все остальное. В общем, и китайские разные. В принципе, плюс-минус, везде все одинаково. Поэтому не стали заморачиваться. Купили мы Polaris, тем более Polaris технику мы с незнакомыми. У нас была мультиварка от этой компании. В принципе, она свое отработала нормально. Сейчас мы ее распакуем и будем готовить к использованию. В резервуар для воды уже вставили фильтр для умягчения воды. Вот эта белая штучка. И налили воду. Значит, сюда у нас засыпается кофе. Здесь у нас берется отработка. И вот эта вот штучка тоже прочищается. Это у нас штучка, которая как раз занимается варкой. В общем, здесь у нас поддон для всякой ерунды, для промывки, для слива. Здесь сопла расположены. Это у нас для молока. Как было написано, для начала работы нужно нажать на дисплей. На дисплей нажали. У нас появилась вот такая картинка. Сейчас будем разбираться вообще, что это такое. Ну, вот какая-то загрузка там пошла. Наверное, первое включение. Сейчас он там будет... Просто отготавливать. Да, тупить, включаться. Получается, она сама сейчас полностью себя промоет, как захочет, походу. А там написано, что она воду просто залить надо? Ну, да, вот я воду залил и всё. И ждать, пока она будет. Да не знаю. Вот написано просто включите, нажмите на дисплей. Ну, вот промывается она. Это уже горячая, да, по-моему? Ооо. Пар идёт. Да, горячая. Главное, что под этого шланга я ничего не брызнула. А то тоже будет. Так, расположить на ровной поверхности. А, вот программа. А что, уже так быстро промылась? Ну, видимо, да? Офигеть. Так, наполните водой, установите. Система запустит автонагрев, автоматическая самоочистка сейчас была. Вода, использованная для самоочистки, поступает в поддон для сбора капель. То есть, вот сюда она бахнет. Так. Что здесь у нас интересного? После того, как станет активным главный дисплей, вы можете приступить к приготовлению напитков. Засыпьте количество зерен в бункер для зерна, залейте воды. Кофемашина готова. Для того, чтобы первоначально запустить и готовить здесь капучино или латте, вот эту вот штуку нужно тоже прочистить, которая будет брать молоко. И для того, чтобы прочистить всё это дело, нужно зайти опять в настройки, нажать кнопку «Чистка». Вот написано «Проверьте наличие воды в контейнере, опустите шланг подачи молока в ёмкость чистой водой». И эту операцию нужно также проводить после того, как вы готовите какой-нибудь там кофе с молоком. Так, нажимаем мы «Окей». И будем сейчас наблюдать, что будет происходить. Как музыка, да? Угу. Как будто сканер, вон. Так. Как будто сейчас копию снимает назад. Ну-ка. Какая-то вода пошла, киклозная такая. Ну, это, наверное, пошла оттуда ещё вода. Потому что это кофейные сопла. А посередине это для капучино. То есть как раз вот отсюда, из этого стакана будет идти вода. Сейчас он, походу, промывает основные. Так. Ну и сейчас должен идти вот отсюда. Готовы мы к тому, чтобы приготовить здесь в первый раз кофе. Налили молоко, опустили этот шланг. Поставили чистую чашку. Открыли кофе. Вот этот, пока фиолетовый. Сейчас будем сюда зерны эти высыпать. Опять же, не знаю, сколько нужно, но допустим, засыпем вот столько. Этот контейнер вроде бы для 250 грамм. Так. Закрываем. Вода у нас вроде бы имеется. Так. Ну что, будем выбирать лата. В принципе, пошла сама молоть. Не знаю. Я где-то читал, что в настройках тоже выставляется все-таки количество. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Пусть сделают уже как-нибудь. Там будем смотреть уже. Так что делать. В общем, сначала идет у нас вот молоко. То есть у нас, по идее, должно быть молоко, потом кофе и потом, наверное, опять молоко. Посмотрим, что получится. Ну, вроде как, стандарт, он делает 100 грамм плата. 100 миллиграмм, точнее. А может, он умный сейчас определит сам, какая чашка. Да, нифига он не определит. А то, что там много делает. Все. Да, видишь, готов. То есть немного наоборот. Ну, да. Что-то там кофе вообще мало. Потому что надо, видишь, выставлять настройки. Ну, да. Как это выглядит. Ну, да. Что-то вообще легка приплю. Здесь есть пункт избранный в настройках. Это как раз для того, чтобы настроить под свои чашки. И мы сейчас настраиваем латы. В общем, поставили 100 миллилитров кофе. Четверка. Это крепость. Ну, здесь пятерка даже есть. Я не знаю. Давай четверку, наверное, да? Ну, да. 35 секунд, это молоко льется сюда. Фиг его знает. А в инструкцию? Вы видели, здесь мало. Мы по инструкции не будем делать. Мы будем делать как получится. Давай пробовать еще латы. Окей. Так. Должны настройки примениться. Нажимаем выйти, выйти и еще раз пробуем. Так. Пошло молоко. Молоко у нас идет как раз из среднего отсека. Я поставил 35 секунд. Видишь, там стоило 30. Сейчас вот так все польется из крышки наружу. Сейчас методом вот этого тыка определим сколько-то надо. У нас уровень молока уходит. Да, сюда прям дофига пошло, да? Да, до молока будет. Так. Все, по идее кофе должно влиться. Мне кажется, сейчас пойдет через край все-таки. Чашку дам. Да нет, подожди, давай смотреть. А то, может быть, в принципе, и все нормально будет. Я не знаю. Еще медленно. Так. прям четко. Ну да. Только надо понять, может, молока надо уменьшить или нормально? Или это по вкусу Ну я не знаю, это, наверное, по вкусу надо смотреть. Мы сейчас чуть уменьшили по лате дозировку молока и будем все-таки еще пробовать настроить американо. Так, давайте сейчас нажмем посмотрим. Надо было, наверное, глянуть что-то с водой, а может, да? Ну да, то он будет. Ну, наверное, хватит. Посмотрим. Так. Это у нас готовится американо. Американо у нас без молока. Сейчас поглядим, что у нас получится. Я думаю, что получится у нас полная чашка. Ну да, только разделить надо, чтобы это было я выбрал, чтобы он ставил крепкий, короче, наливал кофе и потом разбавлял воду. Там это все соотношение тоже можно регулировать. Нет, не полная вещь, тут надо настраивать и думать. Ну да. Так и что. Ну просто нужно знать этот объем чашек. Фиг его знает, сколько здесь. 250 может? Да я понятен американо. Поставил новую установку для американо 150 миллилитров кофе и 50 или 40 миллилитров воды. Посмотрим, сколько он там всего этого дела нальет и какой он будет по вкусу. Крепость поставил тоже не самую крепкую, четверку. Надо все равно чуть больше. Видишь, у нас он отмеряет четко 200 миллилитров. 200 миллилитров у нас вот здесь чашка на 250 все-таки. мы продолжаем нашу дегустацию. Американо уже добились того результата, который как бы хотели. Добавили сюда воды. Кофе зерна мы еще не досыпали. И так сойдет. Настройки для латте сейчас выставили вот такие. 160 миллилитров кофе, четверка крепость и двадцатка у нас будет молоко. пробуем. Посмотрим сколько он нальет и как это вообще будет. Мне кажется надо 50 на 50 чтобы было. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Ну я поставил 20 секунд его на рот. В принципе это немного. Тут еще видишь можно эспрессо с пенкой там трафаретами с разными. Мы этого не умеем как бы будем потом. Нам главное основное научиться делать. Так. Ну давай кофе. в чашках еще не видно расслоение где пенка где кофе в стеклянных там видно было мы смотрели обзоры вообще круто было. Расслаивается внутри красиво все да смысл нет в принципе вот так вот вот получилось кружочки присунок ну пробуй ну лучше ну да то есть молока поменьше надо ну да прям нормально да после того как кофе нам приготовилось мы тоже поэкспериментировали давайте все таки промоем сейчас этот шланг почистим машинку нажимаем мы чистку так проверьте налить воды в контейнере воду налили шланг опустили так и нажимаем окей так поставили баночку чашек уже нет чашки уже все грязные в банку нальем вода вода уходит вода уходит это что я пью напомню да я тебе уже молока чуть-чуть добавил остаток да не уливать же американу у тебя ну вот видишь глянь какая очистка у нас идет удастся 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 все четко пролил сначала через него а потом уже эти сопла через который кофе проходит такая вот жижа получилась сейчас мы посмотрим сколько у нас там появилась жемых а вот такие вот таблеточки получается прессованные красиво выглядит много такие таблетки выкидываем мы все это дело свой мусорка вот таблетки там даже чуть осталось надо тоже все это дело выкусить это кофемашина весит 11 килограмм довольно таки тяжелый увесистый аппарат но он принципе довольно таки неплохо здесь у нас разместился вот вы видите да он здесь вот на краю у нас стоит здесь нас инструкция инструкцию мы наверное будем пока держать рядом с ней ну либо положим вот сюда чтобы иметь не постоянный доступ и когда нам нужно к ней обращаться кофемашину мы уже выключили помыли принципе больше ничего с ней никаких дел делать не нужно вода налита будет она ожидать следующего использования на этом наше видео подошло к концу всем кому понравилось видео ставьте лайки пишите свои комментарии пишите ваши вопросы всем спасибо за просмотры и до новых встреч наших новых видео всем пока